привет страж извините просто новый ивент так увлек сильно зал славы славят вроде наши подвиги но за весь праздник расплачиваемся все равно мы тонны ресурсов меня зовут джонни линии и я как всегда рад видеть тебя на канале triple веб и готов сегодня поделиться своими впечатлениями от новой импульсной экзотической винтовки бен джу джу злые силы да это ее название в русской версии но назвать ее жужей будет проще забавнее ну вот так и будет пускай ну как новый для игроков из первой части вполне себе старой и знакомой для некоторых даже любимой я всегда любил импульсные винтовки так что появлению этой костлявой в своем инвентаре я был рад но давайте посмотрим за что ее можно любить а за что ругать начнем с того что это пульса доступна всем игрокам вне зависимости от наличия у вас сезонного абонемента к отвергнутым о том как ее получить я рассказал в прошлом видео посмотри если еще не во второй части жужа работает именно так как работала и в первой те же особенности те же перки хотя она имеет еще и скрытый перк какой все расскажу но сначала короткое рекламное сообщение если у тебя нет времени на фарм если надоело мучиться с пвп этапами квестов ради тех же сезонных пушек триумфов да даже если материалы фармить лень тогда тебе на помощь работает сервис двинг точка нет это сайт на котором вам помогут пройти любое задание выполнить квест на который у самого не хватает сил времени или нервов и сделают это быстро и качественно на любой платформе заветный желанный экзот полный зал триумфов да даже прокачка персонажей все это доступно на сайте двинг точка нет по промокоду triple вайп ты сэкономишь не только нервы и время а еще и деньги скидка то 15 процентов ссылка в описании а теперь назад к видео главный экзотический перк вереница проклятий у него несколько свойств так что давайте по порядку во первых перк будет пополнять ваш магазин после каждого убийства что значит что до тех пор пока вы убиваете противников вам вообще можно не переживать о перезарядке особенно круто это конечно работает в пвд активностях на зачистке большого количества мелких мобов но и в пвп иногда помогает встретить нескольких противников кроме этого перк позволит вам получать больше супер энергии для накопления вашей ульты эта фишка тоже круто работает в любой активности в пвп быстрое откопление супера может выручить результат всей команды в пве тем более полезно проблема тут разве что в том что мы предпочтем занять экзот слот другим оружием эпидемии йотоном лордом волков и не будем прям вот очень страдать от того что нам не хватает ульты количество суперов которые вы используете за один матч горнила будет примерно одно что с жужей что без жужи просто ульта будет у вас откапливаться чуточку быстрее тут главное помнить о том что баф который помогает восстанавливает ульту быстрее и он же увеличивает урон после убийства накапливается до пяти раз так что эффективность зависит от того как вы сохраняете баф например на максимальном накоплении одно убийство будет давать вам 6 процентов ульты что вообще не так и плохо плохо то что перк длится три с половиной секунды без катализатора с катализатором 5 секунд что уже приятнее как каталик получить но у статуи калуса все в том же зале за 45 подношений увеличивающийся урон да это тоже интересно работает он примерно как стандартный перк буйства при максимальном накоплении урон от выстрелов из винтовки увеличится на сто процентов приятно хоть в пвп хоть в пве этот баф урона и делает игру с жужей интересной убивать противника получится реально быстро как говорится татар и все и она заставляет играть динамично постоянно пушить врага идти вперед во первых потому что баф слишком короткий по времени во вторых эффективное расстояние небольшое так что просто сидеть играть с его на расстоянии не выйдет а что за скрытый перка котором я заикнулся в начале видео его заметили не сразу поскольку срабатывает он далеко не на каждом убийстве и поймать его можно прям при регулярном отстреле мобов стрекоза да та самая особенность благодаря которой противник убитый в голову взрывается поражая рядом стоящих врагов взрывается зеленым облаком скверны яда не знаю но выглядит круто но и не каждый повторюсь это заметил так что это вам такой эксклюзивчик вытеснит ли винтовка другую пульсу былые обиды из гарнила нет киллерский магазин и статы винтовки с гамбита не позволят этому случиться вытеснит ли жужа идеальную эпидемию в пве активностях тем более нет для урона по боссам она категорически не подходит а для чистки трэша у нас есть пистолеты пулеметы и что же ты получил интересный экзот с яркой внешностью доступный всем опять же возможность разнообразить свой арсенал и поиграть с недельку с новым вот что я получил в прямых руках жужа может нагибать будь здоров но в общем плане это обычная пульса с обычными статами плохим расстоянием средним уроном неплохой скорострельностью это такой что себе идеальный ролл на пульсу ценой экзотик слота киллерский магазин или буйство на увеличение урона есть на легендарках откат супера не столь критичен полностью автоматический режим стрельбы тоже можно поймать на любой легендарной пульсе былые обиды или поди разберись на рулит вполне можно но только если вам не лень конечно же а так вот экзот слот жужа вперед так что оставлю ей 7 мрачных черепков из 10 а как тебе эта винтовка напиши в комментариях что думаешь и не забудь лайк поставить каждый лайк бафает пульс винтовки как говорится счастливо